Штурман заглянул в каюту офицеров и замер. На столе стояли два противня с сухарями. И по каюте витал аромат черных сухарей. — Дневальный, откуда эти все деликатесы? — выглянул в коридор штурман. — Доктор принес, — доложил Дневальный. — Ай да, доктор! Ай да, молодец! — похвалил его заочно штурман и захрустел вкуснятиной. — Откуда сухари? — удивился минер, заходя в каюту. — Это у нас док решил проявить заботу об офицерском составе, — пояснил штурман. — Бери, угощайся! Не степесняйся! — Молодец! Доктор медицинской службы! Настоящий доктор! Так же заочно поблагодарил его минер. — Сухари? Откуда? — зашел в каюту механик. — А докторила наш угощает! — смачно хрустя поведал минер. И тут в каюту заглянул замполит. Что-то хотел было сказать, но замер, уставившись на эти сухари. — А вы угощаетесь, Андрей Геннадьевич! — предложил штурман и потянулся за вторым сухарем. — Это доктор! — Да! Доктор нас решил вот так вот побаловать! — Молодец! — похвалил его зам. И тоже захрустел. Через полчаса каюта была уже полна офицерами и мичманами. А противни все опустили. Одни только крошки остались. И тут в каюту зашел доктор. — А-а-а! — завопил он, увидев пустые противни. — Кто сухари сожрал? — Невальный! Убью! — А что случилось, Сан Саныч? — Ты что так испореживался? — спросил зам, отряхивая китель от крошек. — Что-что! Чем я теперь крыш травить буду, а? После этих слов наступила мертвецкая тишина. Все переглядывались друг с другом. Судорожно сглотнули и прислушались к своим ощущениям в организме. Эту гробовую тишину нарушил тихий голос замполита. — Сан Саныч, а ты это... как его? А ты успел яду насыпать? — Да в том-то и дело, шо не успел. Я только шо получил его на складе вот, — простонал док и показал небольшой пакет. И тут все зашевелились и одновременно выдохнули. Долго-долго. Фух! Прошло! Пронесло! Прокатило! Слава тебе, Господи! На этом все. Такой рассказ. Сухари сухарецкие. Доктор не успел им насыпать яду. И все обошлось. Нормально. 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 И вот так вот. Вы знаете, что тыкать. Ставьте ваши пальцы. И все. Услышимся. Увидимся. Па-кэндова. Шпокиноки. Покеда. Мыльная опера. Автор Андрей Зотиков. Учебный корабль под названием «Смольный» с толпой эрзет штурманов на борту шел вдоль берегов Африки. Человек пятнадцать курсантов столпилось у борта, наблюдая за играющими с кораблем дельфинами. Эти морские барьеры резвились, как дети в лягушатнике. Выпрыгивали из воды, подныривали под днищи, играли друг с другом в чехарду, весело поглядывая на будущих флотоводцев. Мол, чего там стоите, скучаете-то, а? А ну, прыгайте сюда к нам, поплаваем вместе. А курсанты смотрели на них сверху вниз и завидовали им. Погодка-то прелесть. Солнышко шпарит прямо в темечко. Водичка океанская. Наверное, как парное молоко. Теплое. Такая же. Эх, искупаться бы сейчас. Поплавать с дельфинами в Атлантических водах. И для тела приятно. И было бы, что рассказать домашним. Мол, купались почти на экваторе. Всего каких-то семь градусов широты не дошли до пояса планеты. А рядом, на левом траверсе, виден был берег Африки. Пальмы, пальмы. Одни только пальмы. Экзотика. Пейзажи ласкали глаз. И вдруг на палубу упала тяжелая капля. А за ней другая. Потом третья. И тут разверзлись хляби небесные. Будто включили сотню душей одновременно. Даже не душей, а пожарных шлангов. Такого дождя курсантам еще не приходилось видеть. Вода лилась сплошной стеной. Спрятавшись под козырьком палубы, молодежь с восторгом наблюдала за разгулом африканской стихии. И вдруг позади них открылась дверь. Из недр корабля вышел старший по борту. Вице-адмирал Волин. Хорошо, что курсанты знали своего начальника училища в лицо. Потому что видок у него был, мягко говоря, не совсем адмиральский. Ни фуражки у него, ни погонов, ни галстука. Даже брюк на нем не было. Одни только плавки. В таком виде адмирала видели впервые. В руках голый адмирал держал мочалку и мыло. Полотенце он бросил курсантам. Подержите-ка, мол. И вышел под дождь. Намочился и стал деловито намыливаться. Все курсанты ошалело глядели навольно. Такого им еще не приходилось видеть. Адмирал моется. Да еще и под дождем. Кто-то даже пожалел, что в этот момент под рукой не было фотоаппарата. Пока ребятишки глазели на адмирала, тот уже намылился и встал под струей дождя смываться. Ну, что смотрите, молодежь? Весело крикнул им Волин, смывая мыльную пену. Вам вот бесплатный душ предлагают тут. А вы что стоите? Глазяете. А что, товарищ адмирал, нам тоже можно? Спросил кто-то из курсантов. Ну, конечно, разрешил адмирал, выпустив изо рта струйку воды. Дуйтесь за мочалками. И народ молниеносно разбежался. Через пару минут толпа раздетых курсантов выскочила обратно и стала весело намыливаться, довольная таким приключением. Адмирал к тому времени закончил банные процедуры и вытирался полотенцем, с интересом поглядывая на подчиненных. Намыленные курсанты вышли на палубы под струи дождя смыть мыло. И тут на тебе! Словно кто-то перекрыл кран. Все хлябы небесные заткнулися. Дождь прекратился так же моментально, как и начался. Дюжина намыленных курсантов стояла перед адмиралом и глупо хлопала глазами, разбрызгивая веками мыльную пену. Адмирал спокойно собрал свои шильно-мыльные причандалы, бросил на плечо полотенце и хохотнул, глядя на свое мыльное войско. — Ну что, салаги, искупались? — Это называется тропический ливень. Вот теперь и запомните. Идет сильно, но недовго. И еще раз с удовольствием, посмотрев на результаты своей шутки, смилостивился. — Ну ладно, караси, дуйте все в душевую. Я сейчас распоряжусь там. Вам дадут воду на пять минут. Кто не успеет, я не виноват. А ну, брысь отсюда! И толпа рванула по трапу вниз, в душевую, оставляя по дороге островки мыла. Обмыться теплой водичкой успели все. Потом тем же составом делали приборку на центральном трапе, забрызганном мылом. Так что, хоть и не довелось им поплавать в океане с дельфинами, но тема для эротик, пардон, экзотического рассказа у курсантов все-таки появилась. Как адмирал намылил им шеи в тропиках. Смешно, не смешно, но все-таки забавно. Вот так вот и закончился наш рассказ. Как назовем его? Случай на палубе. Да? Или еще как? Случай в море. В океане. Вот так вот. У меня был такой случай тоже. Мы как были на практике от университета. Один мой друг намылился. Намылился весь мыльный. И как раз в этот момент тоже отключили воду. И что вы думаете? Он вылез. Мы как раз какое-то кино смотрели или что-то такое. И сел. И стал ждать воду. Ну, ее, естественно, не было. Все ржали с него. Смеялись. Ну, и самому ему было тоже весело. Какое-то время. Потом она, эта вся мыльная пена, начала высушиваться. И настолько она высушилась, что, помню, прямо аж таким коржом с него началось отваливаться. Такими коржами. Хлопьями. Ну, и он сидит, чуть пошевелится. И оно так тык-тык-тык-тык-тык. Смешно было. Думал, это будет описано тоже, что похоже в этом рассказе. Нет. Какие у вас были такие? Были у вас такие случаи? Пишите в комментариях. Ну, и как обычно, не забывайте ставить лайки. То, что-то вы вообще обглянилися у меня. Вас-то тут много. Чуча-халабуча. Ага. Но вы что-то вообще не активные. Не ставите лайки. То вы тысячу нафигачили за один день. А тот что-то за один день там еле 300-400 набирается. Что-то вообще не то. Что случилось, а? После такого драматического рассказа, что вы уже все, ничего слухать не хотите, что ли, а? Что-то неподобство, хлопцы. Так нельзя. Хоть чуть-чуть нажимайте, по чуть-чуть. Мы что-то да хорошее надыбаем обязательно. Ну, не сразу. Не бывает же все сразу. Все сразу интересно попробуй найди. Вы можете свои комментарии писать. Ваши варианты. Вот. Мне уже написало пару человек. Мне нравится. Но очень длинные баяны. Я пока только-только их осиливаю. Ну, просматриваю. Как оно? Чего оно там? Интересно? Нет? Вот. Ну, вы тоже можете в комментариях оставлять ваши варианты. Автор и название рассказа. И сам рассказ можете даже отсылать. Ссылку. Вот так вот. Ну, как обычно, на сегодня у нас все. Услышимся. Увидимся. Пакендова. Вот так. Ну, на контрасте сыграем. Что-то смешное сейчас у нас идет, да? До этого была такая драматическая судьба Планида. Я уже даже гуглил. Планида, то значит судьба. О. Рок. А рок это камень. Я знаю. Ну, в общем, рок судьба. Планида. Ну, теперь будем смешное что-то пока на контрасте. Я ищу пока что-то такое смешное. Насколько оно смешное, судить только вам. Ну, по крайней мере, забавно. Теперь уже точно. Сху. Услышимся. Увидимся. Пакендова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова